Включился? Да. Друзья, всем привет! Друзья, сегодня у меня будет видео обзор спиннинга, который, как вы поняли, лежит вот в этом вот тубусе. Сразу оговорюсь, этот спиннинг не мой, это купил мой товарищ и любезно предоставил мне возможность его обозреть, скажем так. Обзор я на него очень хочу сделать, потому что это новинка, это спиннинг от Major Craft, который называется Cross-Tage. И вот в этом году в линейке Cross-Tage вышло обновление, то есть этот спиннинг называется New Cross-Tage. Естественно, так как это новинка, мне очень интересно сделать на нее, скажем так, обзор, первый взгляд, ну и, соответственно, рассказать про этот спиннинг вам. Потому что я думаю, что, учитывая и цену, и ее возможности, спиннинги из этой линейки наберут достаточную популярность, и этот обзор будет как раз в кассу. Кстати говоря, спиннинг был куплен в магазине Рыбомания, это официальные представители, это МИДовские магазины, которые являются официальным представителем Major Craft в России. Ссылки, естественно, все я в описании дам. Ну что ж, давайте, наконец-таки, раскупоривать и смотреть. Итак, свой обзор я начну с чехла этого спиннинга, который имеет, в общем, классическое оформление для Major Craft. Тут надписи фирменные и так далее, ну и, соответственно, здесь вот такой вот кармашек, как бы паспорт этого изделия. Итак, собственно, здесь написано Cross Stage, и этот спиннинг имеет специализацию Mibaro. Я не помню, сказал или нет, это Rockfish'овый спиннинг, то есть это спиннинг, предназначенный для ловли в море, но, тем не менее, для наших условий он подходит более чем. Он позволяет получать удовольствие от ловли наших маленьких окунюшек, и в то же время, может, если сядет какая-то более крупная рыба, соответственно, с ней справиться. Но об этом я еще скажу попозже. Итак, это спиннинг Cross Stage, который имеет маркировку KRX-S762UL, которую, если расшифровывать, здесь, в общем-то, соответственно, его длина 762, и он имеет солидовый кончик. То есть не полый кончик, а именно кончик-вклейку из какого-то более мягкого материала, соответственно, для того, чтобы анимировать самые мелкие веса. Почему самый мелкий? Потому что он имеет тест всего лишь 0,4-5 грамм, то есть это конкретно непосредственно ультралайтовый спиннинг с экстра-фастовым строем. Давайте я его сейчас достану, и еще кое-что скажу о чехле. Чехол, к сожалению, не имеет перегородки и не разделен на два отсека. Это, на мой взгляд, не очень хорошо, потому что все-таки бланк будет биться там постоянно. И, в общем-то, не знаю, это, наверное, не сильно критично, но просто вот хотелось бы, чтобы было второе отделение. Так, мне кажется, спиннинг сохраняется лучше. Особенно это касается, если для каких-то унцовых спиннингов все равно, то вот здесь для этого тонюсенького ультралайтового спиннинга, мне кажется, это было бы в кассу. Второе разделение на два отделения. Соответственно, вот здесь очень просто, как волосок, тоненький кончик для анимации самых-самых, скажем так, маленьких весов. Ну и выглядит он сам спиннинг следующим образом. Оформлен, кстати, по сравнению с предыдущей серией, более, скажем так, нарядно и более, скажем, не знаю, ну, мне больше нравится его оформление, чем у серии предыдущей. Скажем так, есть небольшая вот такая дизайнерская находка в виде гайки и катушка-держателя. А сейчас я попробую продемонстрировать вам работу этого удилища в динамике. Надеюсь, на фоне белого неба, скажем так, будет виден кончик и будет видна его работа. Потому что спиннинг экстра-фастовый и действительно работает только, в общем-то, в основном вклейка, ну и следующее кольцо после вклейки. То есть строй, на мой взгляд, здесь указан действительно честно. Это экстра-фастовый спиннинг. И по типажу, собственно говоря, в основном морские палки, они примерно такого строя и идут. Если даже проводить аналогию с моим N1, который до 10 грамм, то это тоже от Major Craft, тоже рокфишевая палочка, на которой, собственно, я вот в Турции ловил. Они по строю очень похожи. То есть в анимации участвует в основном только вот эта вот верхняя часть вклейка, но в то же время в забросе уже начинает вся палка работать очень и очень хорошо. Я так думаю, что здесь, в общем-то, из этого типажа ничего не выбивается. Касаемо ощущений, скажем так, по тесту, на самом деле я про эту палочку в интернете есть один или два отзыва, я предварительно почитал. Но еще как бы до того, как я почитал, для себя попытался составить картину именно в тестовом, что она из себя представляет. И указан здесь реальный тест или нет. И могу сказать, что реально, вот по ощущениям, которые у меня были, тест до 5 грамм здесь честный. То есть, скорее всего, эта палочка вот даже на потрях видно, что от грамма она будет работать вообще железно и до 5 грамм. Собственно, в тех обзорах, которые я читал в интернете, это только и подтвердилось. Действительно, потолок этой палочки 5 грамм плюс какая-то, ну, 3 дюйма это максимум. И причем 3 дюйма не какие-то объемные. Кстати, забегая вперед, скажу, что вот на моем N1 там указан, по-моему, от 1 до 10 тест, если я ничего не путаю. Но просто я, когда был на море, я пытался ловить 1 грамм, и у меня получилось. То есть, я сначала, когда этой палкой ловил, вот в таких, скажем так, не в морских условиях, просто окуней, там я ставил 3-4 грамма, и он отлично с ними работал. Но он также действительно отрабатывает 1 грамм, что для меня стало удивлением. И на море я там даже что-то поймал на 1 грамм, кажется. Но об этом видео еще выйдут. И еще вот какой момент. Я хотел заострить ваше внимание на, соответственно, комле. Комель, на мой взгляд, для такой, скажем, палочки с таким тестом, если бы это была какая-нибудь форелевая палочка, арийная, он бы был вообще очень тоненький. Но здесь комель достаточно толстый и мощный. Ну, понятное дело, что, скажем так, для этого теста. И, в общем-то, именно он, в случае чего, позволит при грамотной работе катушкой и фрикционом справиться с какой-то большой рыбой. Думаю, что щука на 2,5 килограмма не составит для этой палочки никакого труда. Уснула? Нет, это пыталось. Все нормально? Да. Понимаешь? А теперь следующий момент. Я хотел бы в этом обзоре также коснуться того, как эту палочку, какую катушку к этой палочке подобрать. В данном случае я специально взял тысячную катушку, это FS1000, китайская катушка, но, не важно, на самом деле, просто классическая тысячная маленькая катушка, которую люди очень любят ставить на подобные палки. То есть, именно там, тест от 0 до 5, грубо говоря, обычно люди все пытаются купить вот поменьше катушку, полегче и так далее, чтобы вот поставить ее там все миниатюрненько, легко. Но, на самом деле, это подход неправильный. Сейчас я объясню, почему. Вот, смотрите, эта катушка весит 185 грамм. И как она балансирует этот спиннинг. То есть, я вот, ну, баланс где-то у нее должен вот здесь, по идее, находиться, да? Ну, вот, все, она, он сейчас упадет. Итого, чтобы сбалансировать этот спиннинг, я вот сюда палец переношу, и вот только здесь достигается его баланс. Соответственно, сюда очень просится катушка какого-нибудь, ну, я думаю, что не меньше нужно 45-40 грамм сюда добавить, чтобы вот здесь баланс был именно в этой точке. Чтобы именно было удобно им работать. Собственно говоря, возможно, вы спросите, зачем вообще нужен баланс на ультралайтовых спиннингах? Он влияет, на самом деле, на многое. Я вот вообще считаю, что баланс больше всего нужен на ультралайтовых спиннингах и на спиннингах тяжелых. Потому что, в общем-то, получается, что на тяжелых спиннингах намного легче кидать, а на ультралайтовых вообще просто ими работать. Тут и точность, и дальность заброса, и сама вот проводка. Потому что именно на ультралайтовом спиннингах мы используем, скажем так, вот эти вот жужжащие проводки, когда вот это вот постоянно-постоянно-постоянно. И, соответственно, чтобы она была более качественной, нужен баланс, чтобы спиннинг у вас играл просто в руке, вы его не чувствовали. Соответственно, кто гоняется за какими-то суперлегкими облегченными катушками, этого делать не надо. Достаточно вот на такой спине повесить 10-20 грамм, и результаты и по дальности, и по точности вы получите лучше. Особенно по дальности, потому что все-таки, если двухтысячная шпуля, она диаметр больше, и сход шнура с нее лучше, и, соответственно, полетит дальше. Что очень важно для мелких весов, особенно громовых. Чем лучше сход шнура, тем дальше этот грамм полетит. Вот такие дела. Я специально не стал сегодня устраивать никаких минимальных покидушек на воде, потому что такие обычно вот эти 20-минутные покидушки, они только, скажем так, запутывают больше, чем дают какого-то понимания. Надо есть в будущем, что у меня появится возможность взять у друга этот спиннинг хотя бы рыбалок на несколько, потому что мне он реально понравился, и я бы хотел иметь подобный в своем арсенале. У меня в основном как-то все до 10 грамм, а вот конкретно специализированных до 5 грамм, ярко выраженных инструментов нет. Думаю, что, блин, окуни будут доставлять огромное удовольствие при вываживании на этот спиннинг, даже какие-то небольшие, там, грамм по 70, скажем так. Единственный вопрос, который остался, наверное, незакрытым, касаемо ее чувствительности, но это, я же говорю, уже в будущем будет понятно, опять же, у своего товарища узнаю. Спасибо вам за внимание, друзья. Кстати, передайте привет моему сыну Глебу, который сейчас у меня работает оператором, который стоически выдерживает дубль за дублем, потому что его укусила за ногу оса. Глеб, привет, улыбнись. Ладно, все, на этом прощаюсь. Лайки, дизлайки, жду вас в комментариях, что вы думаете об этом новом инструменте. До скорых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok